Вот, еще не так давно я покупала колготки. Во, уже кусок стекла. Помойка. Выкидываю. Помойка. Выкидываю в помойку. Та-дам! Привет, мои хорошие! С вами Селена Све. И сегодня у нас будет видео Fixed Price в помойку. Так как вы знаете, чтобы вы видели, насколько большой пакетик у меня здесь. Так как вы знаете, что у меня постоянный ремонт, что-то я перебираю, что-то я тут выкидываю, что-то нахожу, давно забытое, с Fixed Price. И, конечно же, первым делом, что я выбрасываю в помойку, то, что мне не пригодилось, или то, что я конкретно советую вам уже не брать. Вот накопился уже целый пакетик. Хочу его выбросить, но не могу выбросить, пока не покажу вам. Давайте с чего начнем? Начнем мы как раз-таки с вот такой вот клееночки коричневой. Совсем недавно вы ее могли видеть в моих обзорах. Она висела у меня в ванне. Но чем она мне не понравилась, какие у меня были ожидания и какая реальность? Во-первых, мне не понравилось, что она прозрачная. Вот. Она на самом деле очень тонкая. Когда я ее брала, я думала, что она будет вот такого цвета. Я не думала, что она будет сильно так, видите, мерцать. А так как я снимаю постоянно видео, мне вот это мерцание не нужно. Ну и, конечно же, я когда снимала видео, вроде бы я ее поменяла в ванне, и такая говорю, ой, вроде ничего, вроде ничего. Но на самом деле она вообще не айс. И многие в комментариях мне начали писать, что похоже на мусорный пакет. Я со многими согласна. Действительно, мусорный пакет. И вот сейчас я ее не выкидываю, а я ее оставила для того, чтобы когда нам будут штробить там стены, электрику делать, или я там буду что-то подкрашивать, мне всегда нужно что-то подстелить. И вот эту клееночку, я говорю, мам, давай я не буду выкидывать, я ее подстелю, мы ее, может, разрежем напополам. Колечки, кстати, вот эти вот сняла, которые были в комплекте к ней. И использую ее просто как клеенку. Стоила она, по-моему, по-моему, 199 рублей. Я не помню. Если меньше, поправьте меня, она могла стоить меньше. Да, она могла стоить меньше. Хотя, по-моему, 199 рублей. И более того, девочки, вот эта клеенка, которая у меня сейчас в ванне, точно такая же, за 199 рублей продается сейчас в фикс прайсе. Более того, именно полиэстер, не клеен, читая, вот такая вот штука, да, а именно полиэстер беленький и вот такой вот полосочкой. Представляете, я офигела. А я, по-моему, покупала около 400 рублей в ПХОВ. И то это была еще со скидкой какую-то я там самую дешевую урвала на первое время. И она мне причем нравится, потому что она была похожа на какую-то дорогую. И там еще есть дизайны, тоже белые, в пупырушку какие-то есть, есть сиреневый красивый цвет, есть цвет фисташки. Короче, в фикс прайсе очень много за навесок для ванн, шторок вот этих, очень хороших. Но лучше брать, наверное, полиэстер, а не вот такую клеенку. Вот, прозрачную, тонкую. Ну, как, вообще, вообще некрасиво. Помойка! Смотрите, что я нашла. Блокнот! Далекий-далекий блокнот. Я офигела, я не поняла, что это такое. Вы видите? Вообще он был здесь жидкий, и здесь всякие мерцайки плавали. Но он через какое-то время просто застыл, залип. Мне прям с вами было... Ну, прям он вообще у меня чистый. Я здесь только вот написала чуть-чуть, и все. Он чистенький, классный блокнотик со светлыми такими листиками. Давайте откроем и прям посмотрим, что же оно там залипло. Что это такое? Я надеюсь, меня достаточно хорошо слышно. Просто у меня малыш уснул. Пока он уснул, я снимаю вам видео в другой комнате. Стараюсь не очень сильно кричать. Так, вот обложка. Что-то я сняла в саму вот эту вот штуку. Можно в другую обложку засунуть. Тоже за 199 рублей покупала. И оно, оказывается, со временем вот так вот застывает. Вообще не кайф. Так, обложку вытащили. Обложка целая. Красивая обложечка бумажная. А вот здесь, смотрите. Все, вот она застыла. Фигня какая-то. Я не знаю, что с ней делать. Я вообще не буду пока выбрасывать, пока вы мне не напишите свои комментарии. Потому что, ну, как бы я готова выбросить. Но вдруг вы мне, может быть, скажете, что это кокосовое масло. Его нужно растворить в микроволновке или в горячей воде. И все станет прежним. Скажите, у кого такое было, пожалуйста. И можно ли это как-то вернуть в то состояние, которое было. Либо уже выбрасывать. То есть вот такой блокнотик. Ждет ваших комментариев. Я жду. Ой, нашла. Представляете, вот. Это же я тоже брала в фикс-прайсе когда-то давно. Но я брала, по-моему, еще мерила это на свой телефон, который маленький был. iPhone 5s. И он нормально на него подходит. Он вообще такой универсальный. Ушки. Я даже хотела сейчас померить на свой телефон. Но он просто слазит безбожно. Ну, наверное, он очень сильно натягивается. И он прям слазит то с одной, то с другой стороны. И я как бы не знаю, кому это вообще нужно. И решила как бы выкинуть. Потому что ни на один телефон, который у меня сейчас, не подходит. Вот такой силиконовый бампер. Вот так вот покупается все, а потом выбрасывается. Масочка, которая тоже покупалась не так давно в фикс-прайсе. Что-то она мне так понравилась. Думаю, ой, в интерьер поставлю, будет красиво. А потом думаю, ну какой интерьер, блин, из фикс-прайса? Какая-то фигня будет лежать у меня в моем красивом ремонте. Я же планирую делать полный минимализм. И вот этого всего мне, конечно, не нужно. Как маска, она мне вообще не нравится. Ну, то есть она не делает какое-то красивое лицо. Какая-то фигня. То есть ничего красивого я в этой маске не вижу привлекательного. И как дизайн, интерьер куда-то на стену вешать я тоже это не хочу. И подарить кому-то, я думаю, нахрен это кому-то нужно вообще. Поэтому выкидываю. Смотрите, что еще я нашла. Помните, тоже такие были для кистей. Вот сюда мы вставляем наши кисти. Но она то ли мне попалась, какая-то бракованная, я тогда не очень хорошо на это обратила внимание. Видите, вот эта вот резиночка, которая внутри, она короче, чем вот эта. Она как бы должна вот так раз залезла, да? И вот здесь натянулась. А вот здесь вот ее не хватает. И я думаю, нафига мне вот эта вот браковщина нужна? И как бы, я думаю, выкину ее и покажу вам. По-моему, они все такие были. Или напишите в комментариях, у кого такие были, но они нормально сидят. У меня просто вот она реально... Либо она уменьшилась как-то, но она и тогда была такая стрёмная, поэтому я ей и не пользовалась особенно так. Вот. Ну, короче, я ее выкидываю. Вот такую тему для кистей. Как ее использовать? Кстати, девчонки, я не так, чтобы прям, знаете, сняла вот это видео и сразу пошла сейчас все в помойку. Может быть, что-то вы еще остановите, мне может, скажете, вот это, короче, идеально подойдет вот так вот использовать, да? И, возможно, я еще что-нибудь верну. Потому что, конечно же, жалко мне все это дело выкидывать. Настолько денег на это все потрачено, сами понимаете. Естественно, я выкидываю вот эти вот слаймы, потому что они до сих пор... Ну, их если открыть, они, кстати, такие легенькие. Если их открыть, они до сих пор так же воняют, ужасно, как и воняли. И даже я не могу это подарить своему там племяннику, к примеру, поиграться, или племяшке, потому что, ну, просто это отвратительная вонь. И еще, когда достаешь вот этот вот слайм, они, кстати, возможно, еще до сих пор продаются. Я вам еще тогда говорила, когда делала обзор, вот так вот тянешь, да? И между ними, не знаю, сейчас максимум будет вам видно. Между ними, видите, вот такие ворсинки. И они, короче, тянутся, они летают в воздухе. Мне кажется, это очень-очень вредно. Знаете, они на руках вот остаются. Вот это вот. То есть я на свет вижу. Это ужасно. И мне кажется, детям с таким играть нельзя. То есть если обычные слаймы, как бы этого нету, да, то здесь вот такое я вижу. Я их еще два купила. Думала, они мне так понравятся. И это только в помойку. То есть это я даже подарить никому не могу, потому что мне кажется, это ужасно-ужасно вредная штука. Вот они. Помойка. Так, что еще в помойку? А, помойку. Ну, это можно не в помойку, это реально можно отдать кому-нибудь, кому нужно. Это когда-то я брала вот такие бигуди в фикс прайсе, но мне они абсолютно не подходят, потому что я помню, что когда я свои волосы накрутила на вот эти липучки, это липучки, вот такие вот бигудюшки, я чуть было не отрезала свои волосы, потому что я не могла распутать. Вот, я, кстати, смотрю, одна из моих знакомых, она крутит на липучке волосы, делает большой объем на волосах, длинных своих волосах, и у нее ничего не запутывается. Я, сколько ни пробовала, на крупные липучки или мелкие липучки, я просто не могу свои волосы потом вытащить из этой бигуди. Напишите у кого так, пожалуйста, и в чем секрет вообще крутиться на такие бигуди, чтобы их потом легко оттуда можно было вытащить. Я не могу. Я реально даже показывать не буду. Я вот так вот кручу, 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 потом просто раскручиваюсь, и через там вот раз-два, и все, она встала. Она встала, она зацепилась за мои волосы, и их не отпускает. И поэтому я их сразу вот так в пакетик положила. Ну, как бы мне они не нужны, мама не пользуется такими. Девчонок у всех тоже длинные волосы, я боюсь, что тоже запутается. Ну, если кому-то надо, там я отдам, конечно, если кто-то напишет из моих девчонок. Но вообще как бы на выброс, потому что что оно у меня хранится? Выбрасываю. Вот, еще не так давно я покупала колготки. Колготки новинка, которая приходила, видите, леопардик. Кто помнит, это реально очень стремный леопардик, потому что, когда он растягивается на вашей ножке, то леопарда вообще не видно. Видно какие-то непонятные, стремные разводы, причем они совершенно какой-то разной плотности. То есть рисунка нету. То есть вот на ляжках рисунка нет, там где растянуто, причем не максимально, как-то средне. Мне кажется, у меня ляжки не такие большие, чтобы максимально растягивалось. Но вид ужасный просто. И, конечно же, такое носить, ну, я не буду. Поэтому эти колготки я сразу же выкидываю. А я их покупала за 199 рублей. Нашла еще вот такие вот старенькие. Два. Короче, они не горят. Туда можно положить маленькую свечечку, и они типа не горят. Ну, во-первых, мне не нравится то, что одна у меня была выгоревшая. Вот она, видите? Я не знаю, видно вам, не видно. Одна светленькая, видите? А другая вот такая какая-то желтая. И вот здесь они две светленькие, а здесь светленькая и желтая. Вот с этой стороны выгоревшая, да? Оно как-то, ну, некрасиво. И еще оно чуть уже тут, я что-то испытывала, пожгла чуть-чуть. И как-то я не знаю, где прям конкретный огонь вот это вот возьму. Ну, и оно лежит у меня, как бы пылится. Думаю, что лежит пылится, выкинуть? Нафиг они мне нужны? Есть полно красивых, ароматных свечей в стаканах, более безопасные, чем вот это, да? И, короче, я вот это тоже выкидывала, а покупала, по-моему, то ли 50 рублей, пара штук, да? То ли 77, точно не помню. Ну, тоже выкидывала. Не знаю, сейчас продают их или нет, по-моему, нет. Подносик. Кто помнит? Подносик. Вот такой продавался в фикс прайсе. Я их в свое время, девочки, зачем они мне нужны? Я, по-моему, ни один поднос так и не просто не использовала нигде. И такие с цветочками брала. И там еще под какой-то там, не помню, как этот дизайн называется, беленький с розовым, тоже розочки, цветочки. И еще какой-то у меня был. Короче, полно этих подносов набрала. Пофиг вообще, сколько стоили. Подносик я беру. И вот они лежат, у меня лежат эти подносы. Думаю, ладно, уже надо выкидывать. Вот это точно стреманина какая-то. Ну, в плане, на мой вкус, я имею в виду, что у меня будет вообще там кухня, там скандинавский, что ли, стиль какой-то. Знаете, ну, вообще ничего там, полный минимализм. И куда там вот вообще встанет вот этот вот непонятный бабушкин цветочки, на мой взгляд, да, как бы это вот бабушке моей подарит. Или маме еще понравится. Ну, у нее, по-моему, есть что-то такое. Ей не нужно лишнего. Выкидываю. О, кто еще помнит, девочки? Вот, вот из этого стиля еще тоже там поднос был. Кто помнит вот эти вот набралаш. А что набрала? Ну, они у меня висели. Ну, они, нет-нет, использовались у меня. Вот эти вот рамки. Я еще их, причем, сделала. Они стоять должны были. Блин, стекло у меня выпадает, страшно. Они должны были стоять, видите? А я их заклеила и повесила сюда веревочку. Они у меня висели. Здесь были мои детские фотографии и на моей старой квартире, может быть, кто-то помнит, висели очень красивенько, аккуратненько. И даже где-то на фоне, которым я снимала видео, висели вот эти вот рамки. Но сейчас, я думаю, нахрен они мне вообще сдались, нужны. Я просто даже не представляю, что где это, в моем прекрасном дизайнерском интерьере в будущем будут висеть вот эти вот непонятные фикс-прессовские рамки. Нет. Поэтому я вот таким всем скопом все это дело выкидываю. Их у меня здесь четыре штуки. Вот еще одна. Я выкидываю. Ну, как бы, вот так. Ну, да. И тоже отдавать кому-то, я не знаю, есть ли смысл или нет. Вот такая вот тема. Помните, тоже в фикс-прессе продавалась. Наверное, рублей 50 стоило. Какая-то она уже погнутая у меня, как веничек тут. Тоже стоит пылица. Батарейки вывалились уже все. Короче, тоже, это знаете, прошлый век какой-то. Вот они одно время давно-давно были модные. Взяла. Что-то мне в ней понравилось же. Теперь выкидываю. И вот такая вот еще рамка тоже. Вообще, нафиг эти рамки мне нужны? Я вообще не понимаю, что я их набрала. Не, может, я еще передумаю, но сейчас мне вообще вот эти рамки вообще не сдались. Но она красивая рамочка. Стильная. Может, эту кому-нибудь и задарю. Но опять же, девчонки, вот этот момент, знаете, задарю. Я сейчас уже откладываю новый пакет. Сестре тоже там откладываю что-то. И вот все равно этот пакет, пока ты все соберешь, разберешь, вот он стоит, стоит, мешается. Хочется просто, блин, взять, убрать все это, унести куда-нибудь, да, что-то с глаз долой, с сердца вон. А когда отдавать, ты тоже, короче, думаешь. Долго это отдавать. Кому-то долго отдавать. Вот такие, кстати, штуки брала. Я так и не поняла, как ими пользоваться. Сейчас они до сих пор в экспрессе продаются. Это не такая давнишняя у меня покупка. Это песок детский для игры, который светится. Девочки, я держала его прям под лампой. Я знаю, что фосфорный, да, ты держишь вот так вот долго под лампой, а потом в темноту прям пошла. И нифига он не светится. Напишите мне, кто пользовался вот таким вот песком, который светится в темноте, из фикс прайса. Что вы делали, чтобы он светился? У меня ничего не светится. То ли у меня опять бракованный фикс прайс какой-то попался. Может, мне обычно сюда насыпали, высыпали светящийся, обычно насыпали. И мне он попался. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Может, он все-таки работает, может, я его еще как-то запроверю. Так, еще у меня в помоечку летит вот такая вот сумочка с российским флагом. Вот. Сумочка на пояс. Я ее так ни разу не одевала. Не знаю, кому она из моих знакомых людей, друзей, детей. Вообще, может быть, интересно. Поэтому она летит тоже в помойку. Во, уже кусок стекла. Смотрите, лежит. Можно порезаться. Офигеть. Когда он успел уже треснуть? И еще, смотрите. Вы помните? У меня даже запечатано. Я их просто в свое время очень много купила. Это вот эти вот рукава типа татуировки. Рукава татуировки. Слушайте, вроде бы времени так было. Кажется, давно, а вроде не так давно мне еще так нравились эти все черепа. что-то я носила под татуировки. Как-то что-то какие-то образы непонятные. Вот это же как я увидела вот эти рукава. Я же их давай там набирать. Они мне так нравятся. Сейчас смотрю и думаю. Какое-то ребячество, что ли. Ну, как бы вот для меня, да? Зачем мне эти рукава какие-то татуировочные? Не, у меня до сих пор еще осталось что-то где-то, да? Я люблю поприкалываться, что-то там интересное одеть. Ну, короче, у меня просто были такие, в них не очень удобно, в них не походишь, в них жарко, в них некомфортно, потому что это стопроцентная синтетика такая, рукава. Ну, вы поняли, да? Такие рукава одеваешь? Пару видосов сняла или даже одно видео я сняла с такими рукавами какими-то и выбросила их. Вот я нашла запакованную пачку. Так, ну и напоследок уксус, ополаскиватель яблочный. Я, честно говоря, ожидала, что что-то будет невероятное с моими волосами, потому что тут написано, что прям расчесывание легче и волосы блестят и все на свете, но у меня есть обзор на моем втором канале, ссылка на мой второй канал под видео, напоминаю. И есть у меня обзор конкретный, отдельный на вот этот уксус и никакого эффекта я там, честно говоря, от него не увидела. Он еще и запаха такого не особо прям, знаете, чтобы душился прям. Ну, такой, ситро какой-то. Короче, мне вообще не понравилось, не понравился он в использовании и в итоге эффект какой-то, ну, никакой, то есть он не портит волосы, но и не делает вах, то, что я прям хотела. И я ничего вот не хочу поливать, потому что я какое-то бессмысленно вижу это занятие, поливать себе на волосы уксус. Мне проще реально помыла голову, смазала маской, а потом делаю все свои процедуры. И вот заморачиваться лишним поливом каким-то я не хочу. Поэтому тоже я вот этот вот уксус-ополаскиватель роскошный блеск выкидываю в помойку. Все, мои хорошие, вот такой вот пакетик целый я собрала на то, чтобы выкинуть его в помойку. Сейчас обратно сложу, если что-то вы меня успеете остановить, сделать, либо еще раз проверить, попробовать. Я надеюсь, что я сделать это успею. Вот, жду ваши комментарии, обязательно ставьте лайки, мне будет очень приятно, поддержите мой канал и моё видео. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну, а я прощаюсь с вами до следующего видео и пока-пока! пока-пока!